Всем привет, друзья! Вы на канале Роза от Сережи. Сегодня у нас с вами будет необычное видео, друзья, поэтому обязательно, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и потихонечку, помаленечку начинайте распространять и продвигать все наши видео на канале. Делитесь красотой, не жадничайте. Ведь Ирина Федоровна не жадничает, Сережа не жадничает, и вы не жадничайте. Вот, что хотелось сказать. А еще, ты нам скажешь что-нибудь, Ирина Федоровна, что это за такие штучки ты сюда вставляешь? А, я делаю композицию в церковь, меня просто красивая девушка. В церковь? Угу. Она принесла свои цветочки, набор, какие-то такие гладиолусы. А еще у нее в Малой Богородице стрики офигенные растут, каллы. В общем, ты сейчас кайфанешь, правда времени маловато. Да, времени в обрез, в обрез, обрез. Поэтому мы будем, как всегда, побыстрее. Это чудово, это чудово. Давайте також трошки пройдемся по вашим комментариям. Валентина Тажибаева пишет нам. А, подожди, какой комментарий. Давайте по составу еще, потому что ты только один. По составу у нас гортензия, у нас каллы, у нас кустовая роза, эустома, хризантема, гладиолусы и вот такая вот хризантема. В ассортилетии у нас гладиолусы. Замечательно. Итак, Валентина Тажибаева пишет нам. Красота, молодец мужчина. Спасибо, Валентина. Композиция, кстати, больше односторонняя идет. То есть, больше спереди будет просматриваться. Сзади тоже будут цветочки добавлять. Самая объемная. Прекрасное дополнение. Валентина, приветик вам передаем. Кэти Мускат пишет. Только готовые изделия. Подольше, пожалуйста, показывайте. Такая вот просьба, конечно, Кэти Мускат без проблем. No problem, как сказать. Будем подольше. Смотрите наши длинные видео. Здесь вообще максимально подольше у нас все. Таня Воврух пишет нам. Сережа втихаря, наверное, подбухивает. Видок помятый. Ай-яй-яй, Таня, я вам так скажу. Я делаю это не втихаря. Да, я делаю это в открытую абсолютно. Вот вчера, допустим, я пил шампусик, пил экстрабрют. Позавчера я пил водочку. С кисенькой даже, помнишь? С кисенькой водочкой. А сегодня будем что-нибудь пить или нет? Сегодня, может быть, уже и не буду. В общем, Танечка, делаю это абсолютно в открытую. А вот если вы судите людей по себе и делаете это втихаря, то это проблемка. Это проблемка, обратитесь к врачу. Всего вам доброго. Так, далее. Анастасия Мамедова. Привет из Сибири. Вы такие умнички. Букеты ваши сделаны профессионально. Флорист от Бога. Счастья вам. Продолжайте в том же духе. Спасибо огромное, Анастасия. Очень приятно. Передаем вам пламенный привет из города Бреста. Вкратце пишет нам. Спасибо за ваши ролики. Вы меня вдохновляете. Флористы из Тюмени. Покажите, как вы так упаковываете букет, пожалуйста. Вкратце смотрите наши длинные видео. У нас здесь все очень красиво и душевно. Передаем всем флористам в Тюмени огромный привет. Всем добрым людям. Спасибо, что смотрите. Далее. Сердце подарков. А я делаю букет из фамирана с конфетами. Рафаэлла, Феррера, Роше и сухофрукты. Молодцы. Отлично, что делаете. Продолжайте. Я думаю, у вас прекрасные букеты получаются. Ната Найл. Привет из Сибири. Счастья вам и процветания. Очень красивый букет. Тоже обожаю такие розы. Но к нам они редко попадают на витрину. Ната Найл. Привет огромный вам. И чтобы почаще розы любые, какие вы захотите, были у вас на витрине. Конечно же. Елена пишет нам. Обожаю гортензию. Да, к сожалению, до нашего Барнаула гортензия такими шикарными свежими шапками доезжает редко. Часто приходит на салон со склада уже спревшая. Вроде бы большая, нереально красивая шапка, но сыпется, начинает буквально сразу. Из десяти поставок только две будут отличные. Но стабилизированная гортензия, конечно, спасает ситуацию всегда. Ничего себе. А ты пользуешься стабилизированными гортензиями? Ну да, но у меня больше она в этих композициях из стабилизированных и сухоцветов. То есть я не ставлю, чтобы они мокренькие. Я понял. Иришечка. Мария Кудряшова, букет очень красивый. Как вы такую упаковку делаете? Мария. Как ты такую упаковку делаешь? Я упаковку не делаю, делает наша чудесная кисенька. Смотрите длинные видео. Что я могу сказать? Ну и привет вам, конечно же. Огромный, пламенный. Так. Галина Кала пишет нам. Обалденные гладиолосы. Галина. Надеюсь, вам эти понравятся гладиолосы. Тоже они такие ничегошные. Дальше. Милена Савельева. И русичка красавица. Букет прекрасный. Привет вам, Миленочка. Марина Карпова. Нигде и ни у кого еще не видела, кто снимает свои работы и реализует их в жизни для любопутствующих. Такого неухоженного рабочего стола. портить весь вид Москва. Флорист. Марина Чайна. Обязательно Москва подчеркнула. Берем, берем на заметочку. В скором времени, буквально годик-другой, как разбогатеем, обязательно стол покрасим. Да, Кисонька? Спасибо, что пишете и смотрите. Просто у нас были разногласия по этому поводу. Кто-то пишет, что очень классно смотрится. Кто-то пишет, что не айс. Да. Как перейти в сверхсознание? Пишет нам. Приветствую вас, дорогие. Обожаю ваш канал. Учусь для себя на ваших видео. Процветания вам и вашему каналу. Спасибо огромное. Как перейти в сверхсознание? Рады, что вы уже там. Мы к вам идем. Привет вам. Так. Дальше. Анна Воронова. Сергей, вы еще тот юморист и актер. Спасибо, Аннушка. Привет вам. Лариса, скажите, пожалуйста, гортензию древовидную вы ставите в букеты, которая растет в саду у вас? Да. Да, ставим. И вот Иришечка берет ее. Это не совсем древовидная. Это не древовидная, но из нашего сада, верно? Да. И древовидную ты тоже используешь, да? Кстати, Андрей, за древовидную документами я бы показала. Оксана Матвеюк. Иринка и Сережка. Букет с лилиями упакуете? Лилиями обеспечу. Зрители требуют. Вы сделаете? Оксалечка. Конечно, так она нас обеспечит ими, если мы сделаем лилию. Конечно, вообще без проблем. Да? И лилии уже не растут. Нет, сейчас у нас лилии нету. Так если обеспечат. А от чего не растут? Они же все время есть. Есть все время. Оксаночка. Если обеспечите, то, конечно, упакуем. Вообще без проблем для наших подписчиков. Все сделаем. Мы ждем, когда махровая появится. По феншую. Ну, если не обеспечите, то когда появится махровая, то все равно сделаем. Так, кисонька. Просто получается, что я стою там, а ты здесь что-то копошишься. И ничего не видно, понимаешь? Тогда я лучше уже здесь встану. Композиция большая. Да, я сейчас ее переверну и буду, ты говоришь, копошиться там. Да, я буду тогда здесь стоять. Здесь мне тоже нравится. Татьяна Владимирская. Почему в букете отсутствует зель? Такая девочка привитая. Ну, не всегда в букете должна быть зель. Да, действительно. Это ты классно подметил. Иногда пожелания клиентов. Но у меня не подограды, у нас такаж будет. Так, ты уже переворачиваешься и копошишься здесь, да? Ага. Инна Бархатова пишет, что у нас классный рыжик. Спасибо, Инна. Мы обязательно рыжий какой-то передадим. Персик? Да. А, персик. Я чуть сегодня не раздавил. Ты что? В смысле как-то? Он залез под машину. Сидел там в тенечке. А как ты заметил? Не заметил. У меня же глаза стынкие. Людмила Шабанова. Сережины, пирожинки, корзинки. Дякую за вашу работу. Дуже гарные букеты за смаком. И корзинки тоже. Дякую ему, Людмила. Проветание. Проветание вам. Оксана Галеева пишет, что хризу, которую мы сегодня распаковывали, похожа на Алтай. Уже не первая. Не первый подписчик пишет. Значит, это все-таки Алтай. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Вот он, этот Алтай. Находится уже в Брестских широтах. Так что все окей. Добрался. До нас. На базе. На базе. Я тоже смотрю. Никоника. Привет вам. Огромный. Ты, Серый, иди сюда, если хочешь. Конечно. Конечно. Извини. Я отвлекся. Самая пророжость. За разбудзя. И что, что. Так, видишь, с скалами очень сложно работать на губке. Да? Ну, как ты справляешься? Да, ничего, не очень. Правда, правда. Потому что у них мягкие стебли. Некоторые проволоку одевают. Ты не одеваешь проволоку, да? Япония. Япония. И здесь. Так, Татьяна Кущинская. Мне нравится больше с Гортензией букет. Люблю Гортензию и Устому. Но, в принципе, оба букета красавчики. Оба хороши. Творческих успехов. Обожаю вас. Спасибо, Танечка. Это взаимно. Так, дальше. Наталья Глемба пишет нам, что мужская композиция, мужская корзина, это пиво, креветки, орешки, колбаски и рыбка. Наталья. Опять не захотелось буквально. Не знаю, что делать. Как быть. Может, все-таки сегодня придется опять махнуть немножко под креветочки, под орешки, колбаски и рыбку. Но это еще не точно. Видите, кисонька пока мне не разрешает. Но это пока обед. Может, к вечеру она подобреет все-таки. Поживем, увидим. Елена Пахомова. Ободок сними. Вроде мужик. Елена. Ободок. Ободка нету. У меня сейчас в данный момент. Без ободка. Так что не переживайте. Все окей. Так, дальше. Ирина Алексеевна. Очень-очень нравятся ваши букеты. А еще смотрю Верочку. Мы с Алтая. Два моих самых любимых канала. У Верочки все мило, просто доходчиво, душевно. Ваши букеты очень красивые и гармоничные. И там и здесь я беру всего понемногу. Спасибо вам за ваше видео. Очень приятно смотреть, слушать простых, незаносчивых людей. Просветания вам. Очень многие критикуют Сергея. Зачем? Ну, веселый он человек от рождения. Ну, вот манера общения у него такая. Хорошие вы люди. Привет вам из России. Город Анапа. Класс, Ирина. Огромный вам привет. Тоже. Всем добрым людям. Рады, что вы смотрите, что-то для себя черпаете. Так, Кисонька, ты уже на подходе, я смотрю. Да. Это чудово. Почти. Так, с плющом, конечно, стрёмно работать. С плющом. Да. Ну, давай еще парочку комментариев. Например, Оля пишет, ну, Ирина скромная, это Сергей Балабо. Да. Спасибо. Ирина Рожина, Ирочка, у вас хороший вкус, сочетание цветов, очень вкусное. Спасибо. Ирочка, надеемся, вам понравился также и эта композиция. Так, ну что, все, здесь мы немножко задекорировали, но это в целом очень даже симпатично. Так, да, как ее теперь презентовать? Ну, не так. Так, сейчас подожди, еще здесь чуть ниже. Хотя я сейчас с этим справлюсь. Я думаю, что я с этим справлюсь. Ох, вот так вот сделать акцент. А вот это? Нет, все уже. Все? Если я буду тыкать сюда, то получится как-то вот здесь вот мы сделали группировочку. И она, во-первых, там уже много цветов, она уже плохо заходит. Угу. Вот три. Аллы. Все, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Не забываем про лайки, комментарии, вставайте с диванов. И огромный вам привет от Ирусика.